Бутылок, наверное, три. Бутылок, да, много. Принесла речка. За осень. Стеклотары на берегу Мацесты столько, что за неё можно выручить приличную сумму. Но школьники здесь не ради лишних карманных денег, а ради чистоты зелёных зон микрорайона. На субботниках ученики всегда в первых рядах. Школьники часто принимают участие, бывают даже инициаторами таких вот уборок. Это близь расположенное место, оно им просматривается, они хотят, чтобы здесь было чисто и красиво. Груды мусора здесь растут, как грибы после дождя. Педагог Наталья Гладченко рассказывает, местные жители любят устраивать на этом месте пикники. Вот только после отдыха, кроме приятных впечатлений, с собой ничего не уносят. В результате берег реки усеян полиэтиленовыми пакетами, разбитым стеклом и окурками. Попадаются даже забытые вещи. На субботники выходят разные классы по очереди. Проводить генеральную уборку приходится часто. В субботники участвуют шестые и седьмые классы нашей школы. Это два шестых и два седьмых, но не все дети пошли. В общей сложности человек 40 принимает участие. На том берегу, то есть команда разделилась на две группы. Убирают как противоположный берег, так и этот берег. В этот раз собрали почти 100 мешков мусора. Берег Мацесты преобразился за считанные часы. И юные экологи рассчитывают, что взрослые наконец-то оценят их труд и будут поддерживать чистоту в зонах отдыха. Ну а в следующий раз мацестинские школьники выйдут на уборку 4 апреля. В этот день в Сочи планируют провести масштабный общегородской субботник.